Всем шалом! Приветствую вас именем Иисуса Христа. Сегодня хочу начать цикл каких-то видеопосланий на тему духовных законов. Недавно общались с одним человеком и тоже приходим к одному выводу. Многие из тех, с кем я общаюсь, что вот эта харизматическая реформация, так называемая, она немножко опорочила само понятие закона, то есть, что закон стал чем-то негативным. Мы не под законом, мы под благодатью. И, соответственно, уже где ты слышишь какой-то там закон, какое-то слово, то оно приобретает такой ярко-негативный оттенок уже в понимании. Но, тем не менее, есть законы, установленные Богом, по которым все живет, все движется, все существует. И если игнорировать эти законы, это всегда, всегда будет приводить к разрушению и к негативным последствиям и для нас, и для окружающих нас. Поэтому сегодня я хочу вот об одном духовном законе поделиться с вами. Этот духовный закон Господь мне показал лично еще в самом-самом начале моего пути с Богом, когда Он призвал меня. И Он так плотно вошел в мою жизнь. Очень часто Он сигнализирует мне о каких-то моментах. То есть, Он дает о себе знать и таким образом служит и помогает мне избегать очень многих ям, ловушек, всяких западней, расставленных для меня врагом. Итак, что это закон? Это закон приоритета. Как он работает? То есть, допустим, я возьму, к примеру, Писание, Божье Слово. Но это может касаться чего угодно, к чему призывает вас Бог или на что побуждает вас Бог. Вот, к примеру, встали вы утром, сделали себе кофе, и приходит такое побуждение от Духа Святого. Открой Слово, почитай Слово, открой Библию, начни день с того, чтобы принять Божье Слово в себя, пропустить его через себя. И в этот же момент приходят какие-то такие мысли. Да посмотри новости, проверь Инстаграм, проверь ВКонтакте, посмотри, сколько сообщений. Загляни, какая будет погода, сделай то, побеги туда, почисти обувь. И в итоге вы откладываете в сторону Слово Божье и берете и занимаетесь чем-то другим. То есть, вы предпочли Божье Слово каким-то другим делам. И в этом случае вы откатываетесь назад, в этом случае вы как бы деклассируете себя, пренебрегая побуждением Духа Святого, предпочитая Слово Божьему какую-то суету и заботу. То есть, есть приоритеты. И этот духовный закон работает всегда. Всякий раз, когда я имею побуждение Духа Святого, но игнорирую его или предпочитаю то, что побуждает меня делать Святой Дух каким-то другим делам, я откатываюсь назад. Я деградирую. Всякий раз, когда я слушаю Святого Духа, откладываю в сторону другие заботы, суету, дела, мысли, то, что я хотел еще делать. И в этот момент избираю послушаться Духа Святого и уделить время молитве, слову, каким-то еще вещам, которым он побуждает на вот этот момент времени. Я возрастаю таким образом. Таким образом, я посвящаю себя Богу, я посвящаю свою жизнь Господу. Когда-то очень давно Алексей Ледяев, он говорил, защити Слово и Слово защитит тебя. Твое отношение к Слову определит отношение Слова к тебе. И во многом я с этим согласен. То есть, если я пренебрегаю Писанием, когда Дух Святой побуждает меня открыть его, я таким образом закрываю свою жизнь для действия Слова в моей жизни. И это касается всего-всего остального, к чему Дух Святой или Господь побуждает нас в этот момент времени. Это духовный закон. Он может нравиться, он может не нравиться. Но именно посвящение возрастает вот в таких вот маленьких, небольших событиях, когда мы либо отдаем приоритет побуждению Святого Духа, либо отдаем приоритет каким-то другим делам и заботам. Конечно, здесь не нужно впадать в какую-то крайность и, к примеру, если вы там решили почитать Библию, а у вас там чайник кипит, ребенок кричит, трубу прорвало, а вы говорите, нет, я никогда не отвергну Божье Слово, буду им заниматься, пусть там хоть что происходит. Конечно, это религиозный фанатизм и к этому ни в коем случае я не призываю. Но когда у вас есть свобода действий, свобода выбора, и в этой свободе вы предпочитаете, Божье Слово, там, сериальчику, ютубчику, инстаграму, соцсетям, какой-то переписке, каким-то там новостям, прогнозам, политике, таким образом вы выходите из посвящения. Вы свое посвящение разрушаете этим выбором, отдавая приоритет суете и заботам. То есть, коротко сегодня стараюсь это сделать, это простой духовный закон, закон приоритета. Если вас к чему-то побуждает Святой Дух, и вы выбираете и делаете это, откладывая в сторону другие возможные занятия, которые у вас были, вы посвящаете себя, вы отдаете предпочтения, отдаете приоритеты, таким образом возрастаете. И, соответственно, отдача с той стороны, кому мы посвящаем себя, возрастает так же, и в жизнь начинает приходить больше и больше и больше. Шаг за шагом в посвящении мы растем, становится сильнее, становится все легче преодолевать это. Очень много раз у меня было такие ситуации, когда такое легкое побуждение Святого Духа, потому что Дух Святой никогда не будет насильно нас заставлять. То есть, ты не будешь там сидеть, пить кофе, смотреть новости, и вдруг кто-то кричит, а ну читай Библию. Такого, конечно, не будет. Он стучит тихонечко. И вот сколько раз было, когда тихий стук такой, помолись, вот сейчас просто закрой глаза, прибудь в духе. И это такой стук, от которого можно было легко отмахнуться, такое легкое-легкое дуновение. Но когда я слушался этого, просто начинал молиться, я получал откровения, которые влияли на всю мою жизнь, и я потом думал, да я мог так легко это пропустить. Я мог так легко оттолкнуть, угостить Святого Духа, и предпочитая его каким-то другим ничтожным делам и заботам. И вот этот закон, я верю, что вы его услышали. Если вы отвергаете побуждение Святого Духа, то вы посвящаете себя чему-то другому и выходите из посвящения Богу. Потому что никто не может служить двум господам. Никто не может иметь одинаковое посвящение и Царству Божьему, и Царству этого мира. Потому что или одному будешь усердствовать, а другому не родить. Или наоборот, кто не собирает, тот расточает. Поэтому избирайте всегда послушаться этому дуновению, свидетельству Духа Святого. И делайте то, к чему Он вас призывает, в то время, в которое Он призывает, предпочитая это всем другим заботам, развлечениям, каким-то времяпровождением. Все это отложить на потом. И сделать это, если надо, потом. А может вообще не надо, будет уже. Вот такой вот духовный закон. Всем вам большой шалом из дождливого крымского портала. И пусть эти дожди с неба льются на вас и на вашу землю, на ваши города, там, где вы находитесь. Во имя Ют, Хейба, Хей, Шуа, Аминь.